ребятки всем привет ночная съемка ночь мы едем супермаркет добрый нам нужно купить часы верочки на комнату потому что часы мы поставили перед мамой она смотрит через 30 минут после еды должна выпить лекарство а стекло какое грязное саня царь ребятки луна еще одна открыто нет а там может просто свет гореть на втором этаже мы приехали этот мини-маркет добрый пошлите быстро какая собачка собака мальчик хорошенько это есть музыка играет и вот здесь часов вала какие мухобойки красивые да с 8 марта писать что так женщины до подарить девушки жене на 8 марта цветы такие вот еще не с цветочком красивее давай три штуки возьмем обновим да а можно как это сделать во дворе что цветов а вот это круглые лучше подожди у них а там больше нет таких да кру а вот она у них больше это поверхность лишь такая попадание точная будет а эти прям вот вещь как по бокам раз и муха улетит такое есть такая нету нету да давай тогда ну возьмем этот хлопок вот так вот кто спрашивал чашки круглые вот они здесь ребятки добром вот они с крышками контейнеры разные сами все не может успокоиться лучше эти чашки ищет 1 до ну возьми она классная дать она такая же смотришь у красный а нет красная на лишь какая-то большая маленькая она это лопнет а вот да не лопнет красные лопнут там такой пластик ну зеленые же у нас есть возьми вот эту бежевую она побольше и симпатичная переверни ее саря там не лопнула не лопнуто посмотри нормально убери они классные такие ведерки классные контейнеры большие по 279 рублей на 10 литров и удобные поменьше есть люблю такие штучки казан что это подставка или что тренога оказан легкий 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 не пойдет это чё саня они все на легкие вот у него такая большая крышка и она легче чем наш 8 литровый согласись да ну в принципе да смотри какой сань хорошенький ребятки смотрите как у маленький но для разнообразия вот нормально чайника это вот так аж хочется сань в нем этот шиповник да такое заварить ребятки мы когда моего богатство обожаю такие штучки классно мне даже он больше нравится чем вот такой вот классный маленький такой да сварива кисать копилки красивые да такие 40 лет без урожая ну для садика да так вот прям клубнички такие копилки дырки кукань 300 рублей прям ягодки классник черепаха богатство много видео таких искусственных цветов потому что скоро будет пасха прям завоз большой там там вообще много возьмем верочки вот такой шампунь принцесса со вкусом клубники она так пахнет вкусно вот эта малина она прям пахнет как варенье не вкусно а вот это вот прям свежие клубники маленькая небольшая у классный верочка выбрала себе рюкзак вот такой сколько стоит 1530 ламочки такие дуб мне кажется вот это лопит куда мы прикинем торнадо 1238 рублей 500 миллилитров знаете сколько нам надо этих бутылок чтобы обработать всю траву и это за сезон знаете сколько раз надо плюс если ее косить тоже леска бензит правильно это завтра надо будет это там посмотреть на у дяди витя но мне кажется там цена будет такая потому что здесь магазине цены не завышены эти здесь все есть все препараты что здесь у психо все здесь есть препараты у нас уже вот фитоспорин это классная штука супер мы все мы отошли от груда хватит супер клей от грызунов это что такое а еще такое ребятки свою ловушкой для кротов и землёв игрок смеяться как и пользоваться ребятки если вы пользовались скажите пожалуйста это нужная вещь или нет не знаю что это выглядит вот так непонятно спустили здесь единственный магазин где продают масло вот мамруковская который капустку заправляем темная нерафинированная рафинированная 5 литровая стоит 647 рублей это пятишка так это сколько трехлитровая 391 2 литровая 260 а не рафинированная 257 а этих снял стоит у нас там еще олень на это сейчас упадет такое мамруковская 130 это 129 вот это возьму еще одну для капустки ой ёшки срок годности до двадцать четвертого года свежая самая вкусная возьму одну клубника появилась лукошка 300 рублей в лукошке не знаю сколько ну-ка но мы не едим потому что мы уже наелись на всю жизнь это наше местное сколько здесь грамм здесь даже полкило нет ну и такая в принципе она пахнет вкусно и она не порченная обычно снизу как бы там снизу тоже хорошая не порченная ну выгоднее лукошками продавать чай наш любимый принцесса мноури магия бергамота самый вкусный он здесь по 148 рублей 200 граммовая пачка так музыка авторские права держим и уходим отсюда пошлите видите уже все по к паслу посыпочки не не нужен чек мы на рынок приехали надо зайти в петрушку взять картошку морковку и лук а петрушка закрыт дары кубани открыт пойдем посмотрим дары кубани какая картошка шоу то так морковку шикарные взяли по 40 рублей и вот лук по 50 рублей идеальный долг смотри он весь плотный красивый до такой бери средний масло хорошо ну да капутину на тоже еще нет побольше еще лечить не бегать этот этот раз мы в пятерочке че-то у нас бананы стали до санбрилантами 137 рублей причем не только здесь что-то бананы вообще шо-то причем все остальное дешевые вот мандарины 89 рублей яблоки даже по 49 рублей есть а шо такое шо с бананами так разве он яблоки какие пятерочку зашли я взяла по заказу наших подписчиков вот дела кефир взяла творог сделаю запеканку как в прошлый раз делала с кефира и сделаю на кулинарный канал вот ребятки взяла покажу как делать а еще вот я зашла себе взяла смотрите что коренфар это мне катюша подсказала пасгаль валидол потому что у меня весь день сегодня голова под 140 весь день давно вот смотрите пока мука этот 94 95 рублей скоро перед пасхой она будет золотая на опять будет стоить 140 рублей и даже выше и этот и яйца будут но сейчас еще яйца рано брать но муки можно натариться можно взять прям в упаковке 6 штук сразу ванны лимфчик возьмем парочку чтоб было пыльчики курыные 207 рублей крупные белые вы знаете белые они крупнее чем черные не черные какие они там коричневые я хочу вот этот прямо они смотрите яйца динозавра я сейчас ее выверну вот это возьму это уберу это уберу уберу вот эту возьму вот здесь три штуки взял и еще бери три штуки сай бери и вот так бери все масло смотрите по всеми 9 рублей 99 копеек вкусняшка один раз взяли вот это масло чтобы заправить капусту вообще ни запаха ни цвета ничего может нам так получилось мы так взяли что нам не повезло но больше я это брать не буду вот и стоит 150 рублей пол литра скинула сейчас чат телеграм что-то наши девочки молчат написала девочки брали такое масло нет горчичное ну возьму попробовать дальше что это попробуем ребятки горчичное если она не будет горчить интересно не знаешь сайт а мы дома мы дома какую-то функцию в телефоне но там качество съемки страдает но зато такой свет она ведь и там не 60 по цехам пасах то у санта как микроскопом а 30 по цехам паса паса вот это выходит смотрите как ночью ребятки сейчас какой-то кирдык-пирдык посмотрите где ночь она всю день а вырос то как смотри не успели оглянуться этот сон там финик нет не финик стойте фундок фундок броники как у березки висят смотрите у нее березки ну факт тот что в руки то есть нет 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 не видно какие сосиски висят чё хорошие яйца да смотрите прям крупные ребят очень трое ребит опять серебит ребит 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 все хорошие очень хорошие о концерты этого преснякова такой классный концерт ребятки вообще-то а мы сейчас будем есть я вот эту курицу нажарила сегодня ребятки какая она вкусная просто вот прожарена оттаж это мяско такое мяско она не сырое это место такое просто оттаж люблю вот так обжарена когда на сковородочке вкусно сейчас знаете что пел какую песню стюардесса по имени жанна такая песня классно да стюардесса по имени жанна обожаема или чудом и желанна ангел мой неземной ты повсюду со мной стюардесса по имени жанна классно обожаю это имя мне нравится имя жанна когда имя жанна мне сразу жанна фриске так жалко царство небесное а чё ты стоишь чё ты поеду греется суп у меня здесь еще самсушка ребятки ведь вот самса вот сегодня приклад с мясом слоеное с картошкой вера лопает вкусно суп с рисом вкусно мне уже я не могу спросить вкусно не буду спрашивать вкусно не вкусно это очень вкусно а я курица у меня ребятки она обалденно не смотрите на ее внешний вид она очень вкусно и знаете мне что нравится на то что вот она сверху прямо вся запечатана и зажарена это очень вкусно ребятки ням ням это уже следующий день у нас смотрите в тени плюс 13 и не в тени у нас тоже пасмурно ребятки что с погодой происходит небо темное серое все весна борется с кем-то с чем там зимой смотрите уже как бутончики уже желтые здесь нарциссиков обожаю нарциссы и тюльпаны вот тюльпаны это мои самые любимые цветы вообще вот эти весенние да а эти смотрите сидят кумушки как положила их середину а чё это они сидят вылезли что ли оттуда а недавно о недавно из-за кошка смотрю здесь ползет матильда ползет куда ползет не знаю саня там ползает рома в школе смотрите эти уже малина малина нужно будет это все обломать не нужно и розочка смотрите здесь какая уже и пионы пошли видите пионы как дела сань это какая тачка у тебя по счету 4 он сайт нарциссик распустился смотрите ребятки кто его сожрал или задел сожрал да были здесь у нас это растение на букву х пробивается видите уже что растение на букву х где они без панциря что ли а как это они да а этот вот кратятины кратятины видите земля рыхлая от кратятины вот так вот четвертая тачка вот с этого участка в комментариях спрашивают почему вы чистите ножом но не тяпкой в тяпкой же быстрее или 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 перекопать потому что земля мокрая на зазе как-то как меси вот как тесто как тесто вот так вот он защищается вот он там зачистил в той стороне там уже обрастается ну вот вам наглядный пример зачистил уже вот она вот она лезет ой луковка нарцисса и смотрите вот тут у нас была такая тропинка она была вся в тюльпанах и нарциссах и вот эта дорожка была практически ничего не осталось землеройки и кроты все просто не кроты а землеройки все съедает тюльпанов ни одного нету были красные вот эти обычные крупные что тут хрустнуло у меня под ногой санта не знаешь ресторан да куда будет значит там возьмем торнадо я сама все обработаю а здесь можно вот здесь главное где цветочек царите оснарить бусы рябиновые девушкин кот ведь еще они живые вон там мяско вот еще а сайте она из земли вышла бедолага безногая эти земли проснулась пошла жрать наверх вот на ребятки клоака здесь ты представляешь там сколько их возле ящиков будет там будет ребятки их миллиард там будут они же гермафродиты да они размножаются ребятки со скоростью я не знаю света быстрее чем со скоростью лета эти гермафродиты уже нет говорят пола до имени что там они кто они там эй мальчик мальчик короче вот такие дела там суп чуть-чуть остался чё сварить фу не хочу карту почему картошка ты где купил петрушки а почему ты взяла мешком там внутри мелкая снаружи крупная ну ты не мог перебрать как прошу раз мы с тобой перебирали вот я с тобой не поехала ты поленился перебирать и взял сетку когда сетка мы прошу раз с тобой взяли там даже как яйцо было куриное маленькое это чем машешь ты чё ты же мог по лицу ударить четыре мешка всего такие ну все равно надо было открыть и взять это как прошу раз банановую коровку высыпали стали перебирать одно и то же ты аккуратней ножом ты чуть по лицу не по не заехал ему ты чего саня осторожней короче ладно вы знаете у меня вот два дня подряд не сегодня вчера и позавчера возможно и до этого но вот особенно у меня позавчера в один часов утра так потянула на сон аж прям найти вот прям аж вот прям вот вот хоть сидя дайте мне прилечь вот просто вот я хочу спать прямо зайти вот я хочу спать спать вы чё хотите хоть на головах ходите я укройся подделками спать хочу я поспала 11 12 час в начале второго часа я проснулась мама гордина весь дом храпела вот просто что я такого утром сделал ничего особенно запеканку сделала по дому кое-какие дела но не физически не умственное ничего кстати я на субботу-воскресенье отменила весь ремонт чтобы мой мозг вообще не думал про эту стиралку то что она какого размера хотя я понимаю что дали долго задание да это раковина ребятки мозг напряжение постоянно мозг напряжение не по бригаде не по ребятам а мозг именно что в любом случае это надо думать это надо понимать что чего не просто вот я дала себе установку что суббота воскресенье это мой законный выходной что я не должна думать об этом вообще и вот я улеглась проснулась что-то туда-сюда и чувствую что что-то мне так плохо что-то мне нехорошо измеряю давление 151 пью лекарства они мне не сбивают у меня вечером она поднялась 161 вы представляете в комментариях написали любые то критическое крис какой-то крис вот или и нижняя у меня было 161 на 100 с чем-то мне ничего не помогало я какие только лекарства не пила и лоза плюс я пила умение сбил и антипалу смесь с а не помню как он называется тоже мини сбил каптоприл две таблетки под язык язык не язык он тоже не помог мне ничего не помогла не она сбила на 148 было 161 148 и я легла я до 4 часов не могла уснуть потому что нету сна и не могу мне плохо а вчера вчера вот я проснулась я чувствую что что у меня уже не такое состояние на готовила напекла относилась как лошадь ломовая пошла измерять давление представляете на 130 раньше если бы у меня просто было 128 у меня начинается тошнота мне у меня не кружится голова а у меня она в затылке ему тут она у меня болит все нехорошо а здесь 130 я скачу переделала все и потом ближе к вечеру скачу включила мус тв а тут такой концерт был хороший и саул и саул скакала а пошла измерила у меня 148 вы представляете у меня 148 давление а я скачу я его я чувствую что у меня что то есть я чувствую но я скачу но я просто была в шоке и потом ночью я выпила катюша не склад под язык я выпила знаете что я же пошла в аптеку я купила коринфар и этот я его выпила я измерила давление 148 я скачу я выпила коринфар а потом при сном не хочу сказала засунуть таблетку валидола под язык вы знаете для меня это был какой-то нонсенс я засунул таблетку валидола под язык у меня моментально нос стал дышать свободно я уже не год не 2 не 3 не 5 я больше уже зависимо от реностопа сосудов сужающие и когда этот таблетка стала растворяться в представляете не от того что там ментал что-то у меня я реально задышала полную грудью это вот это не перегородка не переносится это сосуды вот что-то у меня сосудами короче ребятки я была в шоке от того что у меня нос я вам клянусь меня нож за все эти долгие годы у меня сам задышал почему-то вот сейчас нет вот хоть он и дышит да я знаю что сейчас попозже пойду прыскать у меня эти прыскалки везде в сумке в машине возле кровати на кухне на столе возле мамы там если вдруг со мной начинает этот перекрывать не все ну короче я этот валидол поссала я вода сосала я чувствую вы знаете ребятки у меня такое состояние я его так сидела я вот так сидела вы представляете какое-то такое расслабление какое-то и как будто в каком-то вот вот так вот все вот так и нос дышит и вот состояние такое все понимаете за руль после валидола я сказала коса нельзя сесть садиться я пошла легла спать я измерила давление она меня 104 не 120 на 80 не космонавт а упала вот так вот хорошо мне помог коринфары вот этот валидол скорее всего да мне помог он там написать невралгии даже знаете что я хочу я хочу вот что я не хочу сегодня понедельник до саня говорил что пойдем в понедельник эти запишут терапевты я не хочу так подскажите пожалуйста кто живет в краснодаре у нас очень много зрителей кто живет краснодаре подскажите пожалуйста если такая клиника чтобы прийти туда и сделать полное обследование полное артина задних лапках вот так прыгает смотрит как на меня полное обследование сделать полностью головы там сердце не так вот частями на нашу поликлинику запишусь мне скажут там поедет майкл сделай узи сердца там поедет туда сдай анализы вот прийти в одно место да и сдать полностью да сделать полное обследование компьютерную томографию головы там грудной клетки сделать сосуды конечностей до сосуды полностью всего тела то что сосудами вот этот валидол не дал вчера извините за выражение просраться я в шоке была я честно испугалась то что это уже прямая связь с этими сосудами нос вот где можно в краснодаре сделать полное обследование не бегая вот сегодня завтра там везде прийти полностью обследоваться сделать также например как маме мы делали полностью кт с контрастом до вливается жидкость и все видно если есть у вас есть не то что есть если вы проходили посоветуйте пожалуйста куда можно обратиться я понимаю что это плата но у у меня нет времени вот сегодня тот через неделю там чтобы залпом выделить для себя время и уже пройти полностью обследование а не так вот я приду сейчас нашу поликлинику и буду да скажу у меня давление да там высокое мне пропишет таблетки это не обследование ну скажут узи сделал у нас наши больницы нет узи сердца ну куда я не хочу так я хочу полностью я хочу так как вот с мамой мы занимаемся так же как и саней мы занимаемся кстати сами вот тоже до двадцать первом году мы сделали операцию и смотрите у него восстановилась сердцебиение ритм да вот этот но ему сказали отменить все лекарства то есть он пиз пил бисопролол он пил кроверазжижающие мы сказали больше не пить я все рассчитаю что это может быть на то время не пить но нужно в любом случае раз в год сказали мы проверять этот кардиостимулятор на наличие там батарейки в любом случае нужно сделать дальше обследование и посмотреть как его состояние ждать анализы и я также хочу себе ребятки у меня до меня руки не доходят я вам клянусь тоже хочу то что мало ли чего не дай бог я же говорю у меня мама гипертоник отец был гипертоником я не знаю что посмотрите какие молодые да вот у молодых вот когда мама лежала в три сестры знает сколько молодых которые принесли инсульт и которые вот частично парализованы и восстанавливаться никто от этого не застрахован вы представляете вот если что со мной случись я моя семья как мои дети будут ладно все будет хорошо просто если кто может подсказать в краснодаре если такие клиники где можно полностью сдать все обследование и провериться посоветуйте пожалуйста все ребятки всем спасибо до завтра всем пока пока